И снова здрасте, друзья! Вы снова на канале Удизета, и вы смотрите 22 выпуск Ли Супер Дизет подкаст на канале Удизета. И мы сегодня начинаем нашу сегодняшнюю программу подкаста с мира гонок. Это наша первая тема. Затем мы с вами отправимся на то, как отжигали любимого героя команды. И затем мы переходим к видеоиграм, и у нас будет разговор про F1.23. Небольшой, но все же интересный. Мы записываем сегодняшний выпуск подкаста в эти минуты, когда вышел релиз F1.23 для обладателей Champions Edition. Это во-первых. Во-вторых, вас ожидает еще небольшой анонс очередной рубрики, очередного выпуска нашей незыблемой всем рубрики по танцам. И, я думаю, вы все это увидите. А сейчас усаживайтесь поудобнее, запасывайтесь всем, чем угодно, и мы незамедлительно начинаем. Итак, давайте начинать нашу первую тему. Это мир гонок. Мир автомобильного и мотоциклетного спорта. Сегодня мы предвкушаем Гран-при Канады в Монреале на автодроме имени Жили Вильнёва. Автодром в Монреале известен сельскими перестройками. Давайте я вам напомню, что происходило на этой трассе. Как известно, рекорд круга в нынешней конфигурации Гран-при Circuit с 2002 по настоящее время принадлежит Вальтери Боттусу на Mercedes W10. И поставлен он в 2019 году и равняется на 0.13,78 секунды. Гран-при Сёрк 96-го 2001-го имел 13 поворотов. Который, когда добавился 14-й, уже никаких проблем не было. 94-95-й имел 20 поворотов. Тогда поставил рекорд на Benetton B-194 Михаил Шумахер в 1994 году. И равнялся на 0.28,927 секунды. Гран-при Сёркит тоже имел рекорд. Но, правда, там было 17 поворотов. Небезопасно было кататься. Правда, там был вот такой вот съезд вместо прямой. Съезд вправо, влево, вправо. И возвращалось все на шикану, последнюю шикану трассы в Монреале. Так вот, рекорд на Гран-при Сёрке 88-го 1993 года этой конфигурации принадлежит Михаилу Шумахеру в 1993 году. И он равняется на 0.21,500 секунды. Так вот, там же рекорды были в чемпионате. Карт, Чемкар, там же, наверное, и Формула Атлантик, и Формула 1600, там же, наверное, машины группы Си, спорт прототипов, Формула Атлантик там же, и, в общем-то, все, что было и не было, все знали наперед. Ну, а насчет Гран-при Канады. Насчет Гран-при Канады поровну побед у Хэммитона и Шумахера 7. Больше всех побед у Феррари 14. 14 побед. Последнюю, предыдущую, прошлогоднюю гонку выиграл Макс Ферстаппен. И он отъехал от Саенса и Хэммилтона на 0,9 секунды. В то время как Хэммилтон стал вовсе третьим. Лучший круг на счету в прошлогодней гонке, прошлогодней гонке на счету Карл Саенса и Жуниорад на 15749. До рекорда в Альтерри Боттуса никто бы не достал. Это во-первых. А во-вторых, там происходили некоторые события, которые вам наверняка известны, но повторяться я в лучшем случае не буду. Так вот, самый первый Гран-при Канады проходил на Моспорт-парке в Канаде. И выиграл тогда его Джек Брэвен. Затем Дэнни Хюмм, два раза Джеки Икс. И потом два раза Джеки Стюарт. Затем Петер Ривсон, Эмерсон Фиттипальди, Джеймс Хант, Джоди Шектор, Жиль Вильнев, Аллен Джонс, Жак Лафит, Нельсон Петерен и Арно Микелия Бореттон и Найджел Мэнсел в 86-м году. В 75-м и 87-м году не проводились Гран-при. В 87-м не проводился Гран-при между спонсорскими скандалами, между Лобат и Мольсон. В 88-м году Айртон Сенна выиграл и потом уже до 90-го года он опять выиграл. Затем Терри Бутсен, Нельсон Петер опять, Герхард Бергер, Аллен Прост, Михаил Шумакер, Жан-Ализи, Даймонд Хилл, Мика Хайтнин, Кими Райканен, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Роберт Кубит за набаемый за обери, если кто помнит. Гонку 2008 года тогда Хэмилтон и Райканен и даже, может быть, Росберг пострадали в этом замесе у выезда спидлейна. В 2010-м Льюис Хэмилтон, Дженсен Бадн, Себастьян Феттель, Дэниэл Риккярдо и Макс Ферстаппен считаются одним из последних победителей этого заезда. В Канаде, так вот, Моспорт Парк был первой трассой, затем Сёркет Монтримблан, Сёркет Иль-Ноттердам, а иначе Жильвильнёв. В нынешней ситуации считаются трассы в Монреале. Располагается он на искусственном острове, именно реке Святого Лаврентия. Там же за трассой есть, как бы, место для академической гребли, например. И вот шинники и спирели представили следующие составы резины С-34-С-5. То есть на данную минуту это будут сверхжёсткие составы, если я не ошибаюсь, или, может, даже сверхмягкие. Ну, в общем, на данный момент всё это может измениться в этот уикенд. Так вот, опять же, в чемпионате пилотов пока у нас Макс Ферстаппин лидирует. 175 очков, на втором месте Чека Перри 117, 99 у Фернандо Алонсо. Напомним, он завоевал подиум в Монако, и седьмое место в Испании у него было. 87 очков у Льюиса Хеймплитона, 65 у Джорджа Рассела, 58 у Карлса Сайнса Жунира, 42 у Шарля Леклера, 35 у Лэнса Струловича, 25 у Стабанакона, на 10 меньше у Бьера Гаслина, 3 меньше у Ланда Норриса. На 6 меньше у Нику Халкенберга, на 1 очко у Меньшого Скоропиастри, еще на 1 меньше у Вальдерри Боттус и Джо Гуаню. Стабильно пока приезжают, исключая один сход в Азербайджане Джо Гуаню. По 4 очка. По 2 очка у Цунода и Магнуса, на 1 очко у Али Салбана, и ни одного очка у дебютантов. По крайней мере, 2 худших дебютантов, не исключая Скоропиастри. Это Ник Деврис и Логан Саджент. В кубке конструкторов Red Bull Racing Honda впереди, 287 очков, 152 у Мерседеса, 124 у Астон Мартина. Таким образом, Мерседес сместили Астон Мартина со второго места, 100 очков у Феррари, 40 у Альпина Рено, 17 у Макларен Мерседеса, 8 у Хаса, 8 также у Альфа Ромео, 2 очка у Альфа Таури и 1 у Вильямс Мерседеса. И это ввиду того, что Али Салбан лучше проводил гонки, чем Логан Саджент и в то же время Юти Цунода, чем Ник Деврис. Ну а мы перемещаемся в мотоциклетные гонки. Мотоциклетные гонки, где недавно, 11 июня, проводился этап на трассе в Мюджелло, Гран-при Италии, Оукли. И там, как вы знаете, в Гран-при Италии лидировал Франческо Баньяя. Лидировал Франческо Баньяя. Мы не будем называть спринт. Вы все прекрасно помните, что происходило. Франческо Баньяя выиграл на своей родной трассе и родной для трассы Дукати. Родной для мотоцикла трассы Дукати. Хорки, Мартин, Джоан Зарко на подиуме. Лука, Марини, Брэдли Биндер, Алиша Спаргер, Джек Миллер, Марко Бедзеки, Энея Бастианини вернулся в строй уже и взял девятое место. 7 очков. Франко, Марбидери, Фабио Куртораро на Ямаха, Факторити, Монстр, Ренжи 10-11, Маверик, Виньялис. Следом за ними, Такахина, Кагами, Элси, Верхонда и Немитсу 13-й, Фабио, Дежан Антонио, Гризини, Рейсинг, Мотогран-при 14-й, Аугусто Фернандес 15-й. Так что 15 гонщиков взяли свои зачетные баллы. Не стартовали у нас Джоан Мир и Алекс Ринц. И он Алекс Ринц сломал ногу во время спринта и был недопущен к старту. Среди сошедших Мигеля Ливейра и Марк Маркес, аутсайдеры чемпионата Рэпсоль Хонда Тим пока не балуют нас совершенно лучшими стартами. Там же Алекс Маркес, его брат из Испании Йонас Фольгер отстал на минуту, Лоренцо Сальвадори, Рауль Фернандес и Микеле Пирро. Из 3 мотоцикла CryptoRNF MotoGP Team CryptoDataRNF MotoGP Team Малайская команда Они используют мотоциклы Дукати и Апрелия. То есть один мотоцикл Дукати, а другой Апрелия. Так что вот все и получилось. У нас в первой тройке Мото 2, Петра Акошна, Тони Араболин и Джейк Диксон. В мото 3 победу праздновал Дени Хульгадо, Денис Унчо Аюма Сасаки. И знакомых нам персонажей Рюсея Монако. 15 место и одно очко. Ну вот в мотоциклетном электрическом классе Андрея Монтовани, Матео Феррари, Матия Казадеев на подиуме. И в первой тройке Рэнди Круминахер 5-й, Хорди Торрес, Микель Понс 9-й, 10-й, Титор Абат 12-й. Ну и пожалуй все. Хикари Окубо 15 место и одно очко. В первой гонке, во второй гонке праздновал победу Эрик Гранадо, бразилец, Кевин Манфреди, Матео Феррари на подиуме, Хектор Гарцо 6-й, Рэнди Круминахер 7-й, Титор Абат 13-й, Микель Понс 15-й и взял одну очко, поскольку все остальные не прошли не прошли классификационные все три гонщика ниже упомянутых не прошли. Классификацию Матео Казаде Олеси Финел и Андреа Монтовани. Соответственно, в чемпионате Мото Гран-при у нас выглядит такая ситуация. Франческо Боняя лидер 131 очко, 110 у Марко Битзеки, 107 у Хорхи Мартина, 92 у Брэдли Биндера, Джоан Зарко 88, 72 у Лука Марини, Джек Миллер 62, приближается к нему потихонечку Фабио Куртораро и Алиша Спаргера, 54 очка на одну меньшую Мамерику Виньяли, 47 у Алексея Ринца, 46 у Франко Барбиделли, 41 у Алекса Маркиса, Августу Фернандо на руки оф зе ер, если можно так сказать единственный пока руки оф зе ер, 31 очко, Фабио Дриджио Антонио 27, так как и на Кагаме 24, 21 очко у Мигеля Оливера, Марк Маркис 15-13 у Даниэля Петросы, единственного уже вернувшегося в мото-гран-при и пока что не собирающегося ездить в мото-гран-при испанского мотоциклиста, Энне Бастианини 8 очков, 7 у Гуэносо Фольгера, по 5 у 3 мотоциклистов Мигеля Бера, Данила Петруччи и Джона Мира, 4 у Лоренца Сальвадори, 3 у Роли Фернандеса, 2 у Штефана Брадля и не одного очка у Кирили Куоны и Поля Эспаргера, который, напомним, пропускает из-за травмы еще еще и шестой этап в конце концов. Защите конструкторов Дукатти 211 очков, КТМ 118, 92 в апреле, Хонда 79 и потихонечку приближается Ямаха. Ямаха приближается, 64 очка. Прима Прамок Рейсинг 195, Муни БР 106, Рейсинг Тим, 182 очка, 154 у Редбул КТМ Фактори Тим, Дукатти, Десмодельничи, JP23, Линова Тим, 149 апреля, Рейсинг 107 очков, 100 очков у Ямахи, Фактори Тим, Монстр Энджи, 71 ЛСР, Хонды, 68 у Грязини Рейсинг, Мотогранд При, 38 у ГАЗ ГАЗ, Фактори Рейсинг Тим, Тек 3, Крипто Датар, РНФ, Мотожи Питим, Малая СК, команда 28 очков, и 20 очков только у Рипсоль Хонды. Движних аутсендеров чемпионата. Теперь Формула Е. Формула Е. У нас прошли, у нас прошли этапы, у нас прошел этап в Джакарте, и мы предвкушаем этап в Портлинде, Саутуэр Портлинд Тепри, на Портлинд Интернешнл Рейсвей. Так вот, в зачете пилотов, Паскаль Верленди, 134-шка, на одном мячу Джейка Дениса, 133 дни, Кассиди, 128, 109 у Мичаеванса, 97 у Женри Кемверния, 78 у Антони Филишда Кошты, 70 у Макса Гюнтера, 62 у Сэма Верды, Сэба Буйми, Джейк Хьюз, 646, 42 у Стоябрия Ван Дорн, у Ренераста 40 очков, Саша Алекс Финистрас 31 очко, Андрею Торо 23, Норман Натто 21 очко, 18 у Лукаса Дикараси, также 18 у Даниила Тиктума, самого неосторожного гонщика в Мото, в Гранд Формуле 2 и Формуле Е, 17 у Мортара, 10 у Сэрхио Сета Камара, 9 у Оливера Ролланда, 5 у Робина Фрейнса, 2 у Ника Мюллера, и ни одного очка у Келлен Ван дер Линда, Дэвида Бекмана и Роберта Мери. А сейчас, на сегодняшний момент, играющих и едущих остаток сезона. Так, Эвер, Порше 212, 190 у Envision Racing, 171 у Jaguar TCS Racing, 156 у Avion Shandreti Green, 139 у DS Automobile из Penske, 87 у Mazerati MSG Racing, а на одно меньше у McLaren Nissan, Nissan, заводская команда Nissan и Dams, 52 очка, Nioh T33, 28, 27 у Mahindra, и следом 7 очков у Abt Kupter, у Abt Kupter Formula E Team, 7 очков, и он считается пока что аутсайдером чемпионата. Начинают, как известно, плохо, а вот по очкам они подтягиваются практически, Abt Kupter Formula E Team. Теперь, теперь, гонки на выносливость, гонки на выносливость, и сейчас у нас предстоит, и сейчас вам предстоит узнать результаты Лимановского марафона. Лимановский марафон, который выиграла Феррари. Выиграла Феррари. Феррари, которая еще не знала поражений в гиперкарах, выиграла и сегодняшний этап в Лимане, предыдущий, прошедший, точный, этап в Лимане, 1-10 в 11-й он проходил. Гиперкары Феррари, Джеймс Соколадо, Антонио Джовинаци, Александр Пьер Гвиди, выиграли впервые в истории за последние 50 лет Лиман, с лишним даже, надо сказать. Toyota Gazoo Racing потерпела поражение, и там мы видим, что Сэп Буми, Брэндон Харли и Хирио Хиракава стали вторыми, а у Кадиллака прочное 3-е, 4-е место. Эрл Бамбер, Алексейн Ричард Весбрук, Сэп Борэде, Скотт Дискен Рейнгер, Ван дер Занде. Феррари в курсе второй, первый экипаж Антонио Фоку, Мигель Малины и Никласа Нильсена на 5-м месте. Гликин Хаус рейсинг Риан Небриско, Роман Дюма, Оливера Пла, Наталья Либертон, Эстамана Гутерреса и Франко Майлю на 6-м и 7-м месте. На 8-м месте Peugeot Total Energy Поль Дереста, Микель Йенсен и Жанрика Верния. В ЛМП2 праздновали Интер-Ерополь-Рей Компетишн Альберт Корстоп, Фабио Шерер и Якуб Шмиховски. Руи Андраде стал в ЛМП2 в ЛМП2 Руи Андраде в ЛМП2 стал вторым. Следом это Тим ВРТ. Дюкейн Тим Ренебендер, Нила Яни и Никопино на 3-м месте. Альпин, Жюли на канале Шарлеса, Мелеси и Мотив Вэксивьера. Дальше Робин Фрянс второй кипаж Тим ВРТ и вместе Шон Мгиланем Фредди Хасбургом стали в итоге пятыми. Из сошедших на данную минуту Айф Корсе и сошедших на данную минуту среди тех, кого мы видим. Айф Корсе в ЛМП2 Аришар Миляев Корс Луиса Перс и компания Али Серовера и Лилу Ваду сошли. Из нахоманных персонажей Прима Рейсинг сошла Даниил Квятмир Кобарталоти Дориан Пин Владислав Ломко Решат Эгерус и Симон Пажно из Кул Рейсинг ЛМП2 сошли. Из электрики Таманобу Фуиджи Сатоши Хошину и Каспер Стивенсон из Дистейшн Рейсинг ЛМГДИМ Из гиперкара Фуиджи Канал Рейсинг Тем Делиман и Стиван Герри 300 НВТР И соответственно Последним кто замкнул протокол Лимана Гиперкар Херстим Джотана Порж 963 Клиентский Порж Антони Ферридж Дакош Тебила Стивенса И Ефея 98 кругов они проиграли. Теперь в зачете в зачете наших в зачете наших гонщиков кто-то у нас кто-то у нас впервые сейчас и выиграл и проиграл. 107 очков у Тойота Газу Рейсинг первого экипажа и следом 107 очков у Тойота Газу Рейсинг первого экипажа Буэми Хартли Хиракавы 82 у Калада Джовинаци и Пер Гвиди у АФ Корса Феррари Кадиллак Эрла Бамбера Алекс Элина и Ришарда Весбруга 70 очков второй экипаж АФ Корсе Антони Фокум и Геремалин и Никлас Йенсен 67 очков Майкон и Камик Бояш и Хосе Мария Лопес 66 очков на одном меньше 40 очков у Порше Дейна Кэмерон и Майкла Кристенсена и Фредерика Маковецки 35 очков Кимена Эштера Андре Лотера и Лоренца Ванзера 30 очков у Геликенхаусов Романа Дюма Оливера Пла и Райана Бриско следом Франк Майлё 6 очков и в общем-то по-моему все дальше Пежот Тотален Джитс Микки Ленинс набирают пока 6 очков в этом зачете Прима Рейсинг Даниила Квята и Мирка Балторотти Портолотти и Дорина Пина на восьмом месте а лидируют на сдавую Арти Тим Нуруя Андрада Луиса Делитраза и Роберта Кубицы 94 очка на 4 меньше у Интера Роболь Кобеттишна как победителей в Лимане в категории ЛМП2 Альберт Кошта Фабершер и Яков Смеховский 90 очков и в тройке пока у нас Филипп Янс Филипп Хэнсон и Фредерик Любин из Юнайтед Автоспортс Они стали вместе с Филиппом Альбутерки восьмыми Третьими стали Жилин Каналь Шалем Мелеси и Мотив Эктивьер из Альпин Эльф Тим 46 очков и стали не третьими в категории ЛМП2 В ЛМГТЕ Ники Кэтсбург Бен Китинг и Николас Ворон из Корвета 133 очка Вторыми стали экипаж из Омана ОРТ БайТФ Ахмад Эль Харси Майкл Динан из Чарли Иствуд 59 очков На подиум приехали также Бен Баркер Рикардо Перо и Майкл Байнрайт из ЖАР Рейсинг 39 очков Ну и дальше по-моему говорить уже нет смысла Среди производителей гиперкаров Тайоту 126 Феррэй 107 Кадилакс 70 Порше 54 Пежо 35 и 32 Уликинхауса и Уэнло 6 очков Следом среди команд гиперкаров пока лидирует Херц Тим Джота 75 очков А в ЛМП2 Прямо Рейсинг первый экипаж и второй на 7-8 месте 41 на 33 А Тим ВРТ на 4 очка опережает Интер Юрополь Компитинж 90 на 94 ЮНАТЕ АВТОСПОРТ пока 74 очка ЛМЖДИ команды Карве Трэйсинг 133 ОРТ Байтеев Оманская команда 59 очков и Айрон Деймс 56 очков Напомню, что за Айрон Деймс выступают выступают у нас Сара Бой Рейхел Фрай и Мишель Гантин Теперь мы немножечко поменяем нашу тему с гонок на выносливость на чемпионат мира по ралли Мы предвкушаем этап ралли Кении Ралли Кении 22-25 он состоится на граменных дорогах Кении Пока у нас в ралли Сардинии выиграл Терри Нойвель Мартин Ведега его штурман выиграл также на Hyundai Shell Мобис WRT Терри Нойли приближается Калер Ван Пире 118 на 93 от Танак 85 очков Николай Грязин наш с вами знакомый ролист вместе с Константином Александровым пока 3 очка зачетных в чемпионате сами пояре 1 очку как и у Эрика Кайша и Петра Тышински и Эни Малкина и их штурманов здесь в защите производителей Toyota Gazora 70-35 очков странно, что они лидируют в Лимании в ралли но в Лимане не проиграли Феррари Hyundai Shell Мобис WRT 212 очков и M Sport 4 WRT 148 очков что ж вот такая вот у нас происходит история вот такая у нас происходит история в наших в нашем мире гонок а сейчас давайте немножечко сменим тему и тема называется как отжигали любимые многие герои команды но перед тем как мы начнем нашу вторую тему небольшой анонс слушайте и смотрите на канале UDZ представляет новый выпуск пятого сезона рубрики на турнире по Just Dance где вас ожидает жаркие июньские танцы в граффити и все что вы увидите будет очень жарко на турнире по Just Dance пятый сезон смотрите 18 июня только в сообществе ВКонтакте на канале UDZ а мы будем говорить дальше Итак дорогие друзья мы начинаем нашу вторую тему а вторая тема как известно это как отжигали любимые многие герои команды и начнем мы с наших новых победителей Кубка Стэнли и Кубка Ларрио Брайана начнем мы с Кубка Стэнли и там мы видим что там мы видим что Лас-Вегас в пятой игре 13 июня этого года победил Флориду Пантерс со счетом 9-3 и в общей семиматчевой серии правда в пятой игре 4-1 и Лас-Вегас при своих болельщиках на Тимобайл-арене в Лас-Вегасе штат Невада показала нам хорошее хоккейное шоу сверххоккейное шоу Николас Рой забил последний гол еще стал 9-3 9-3 в пользу Лас-Вегаса Флориду могла чем-то Флориду могла чем-то противопоставить но Сергей Бобровский и его команды Арон Экблот и Сэм Рейнхард и Сэм Беннет ничего не смогли сделать и перевести игру в шестой матч Что касается что касается бросков то там в общей сносе 33-31 меньше всех бросал Лас-Вегас но это и привело к победе в Кубке Стэнли и давайте я вам назову наших победителей сегодняшнего победителей сегодняшнего Кубка Стэнли 2019 в год Лас-Вегас Golden Knights а начнем мы с начнем мы с первых номеров и дальше по порядку Зак Вайт Клауд Брейден Макнеп Алекс Петранджело Фил Кесл Джек Эйчон Николас Руа Николас Хак Бен Хаттон Чендлер Стивенсен Рилли Смит Брэд Хоуден Майкл Амадио следом Алик Мартинес Ши Теудор Вильям Керриер Джонатан Куик Галкипер Эйден Хил Лоран Бросуа Иван Барбашев наш с вами знакомый хоккеист из Москвы второй части у него в Кубке Стэнли первая была в 2019 Тедди Блюгер Кикен Колсер Марк Стоун капитан команды Вильям Карлсон и Джонатан Марчесу кстати признанный самым ценным игроком и получил он трофе Консмайт Трофи Консмайт Трофи как вы знаете ну и соответственно по итогам этого кубка Стэнли победу одержал Лас-Вегас Голден Найтс а сейчас мы переходим к НБА и кубку Ларри О'Брайена кубок Ларри О'Брайена как я его называю Эликс Пельстер из Майами Хит не смог сломить сопротивление Дервин Наггетс Майкла Малоуна лучшим игроком стал Николай Йогич но сначала о о тех кто о тех кто в пятой игре одержал победу Денвер Наггетс уже скажем так три игры подряд три скажем так игры подряд выиграла у Майами Хит и счет в серии стал 4-1 и Денвер окончательно стала итоговым победителем сезона НБА 2022-2023 лучшими в Денвер Наггетс по очкам и по подборам Николай Йогич 2018-16 и 8 очков 8 очков по передачам Джамала Маре у худших из худших Майами Хит Джимми Баттлер 21 очку Бама Де Байо 12 подборов и Джимми Баттлер 5 передач соответственно состав победителей тренера Майкла Малона вы сейчас узнаете из первых уст Кристиан Браун Брюс Браун Томас Брайант Кентави Скодел Поп Влад Кучанчер Колин Джильспай Аарон Гордон Джефф Грин Рэгги Джексон Николай Йогич кстати нам хорошо знакомы по сборной Сербии Дандер Джордан Джамал Маре Зеки Наджи Майкл Майкл Портер Джуниор Майкл Джар Портер Иш Смит Пейтон Уотсон и Джек Уайт двухпутевой игрок как Колин Джильспай из Виланова и Дюк из различных школ которые присутствуют в НБА и в колледжном баскетболе в NBA Джи Лиг кстати говоря многое менялось главный тренер Майкл Малун его помощники Дэвид Эдельман Джон Бекет Райан Боуэн Пупай Джонс Чарльз Класк Райан Саундерс и Пе Онгнен Стоякович Онгнен Стоякович Один из братьев Один из представителей Стояковичей в НБА Петже Стоякович играл в другой команде насколько мне известно в Нью-Орленс Хорнес по-моему или может я ошибаюсь вы меня конечно подправите Ну что же Победители известны в NHL и в НБА Межсезонье пролетит быстро Межсезонье пролетит быстро но перед этим в межсезонье будет драфт юниора в NHL и в НБА затем подписание свободных агентов в разных лигах и затем претисезонный этап и только затем регулярный чемпионат в момент которого трейд дедлайн уже закончится в феврале если я не ошибаюсь ну вы меня конечно подправите но все это будет известно заранее Мейджор Лиг Бейсбол Мейджор Лиг Бейсбол и там мы видим что Нью-Йорк Янкис догоняет Балтимор Ориолес в лидерах у нас на ПП Рейс затем Миннесота Твинс лидер в центральной дивизионе американской лиги вместе с Клингардинс и Чикаго Вайт Сокс в западной дивизионе американской лиги Тексас Рейнджерс Христон Астрас и Лос-Анджелес Энджелс в национальной лиге на востоке Атланта Брейс лидирует Майами Маринс и Филис в центральной дивизионе национальной лиги Фитсбург Пайритс лидирует Милоги Брюверс и Цинциннатия Редс в западной дивизионе Аризон Даймонд Бэкс и Лос-Анджелес Доджерс и Сан-Франциско Джайантс лидеры западной западной дивизионе национальной лиги пока в американской лиге и в национальной лиге лидерами считаются по среднему показателю Бобби Шей и Луис Араес по хоум-раншой Отани и Пит Алонсо по проходам через базу Йордан Ольварес и Пит Алонсо опять Фредди Лидман Фредди Фриман по проходам общим проходам полным проходам и Маркус Семиан из Техаса и Л.А. Доджер соответственно по ударам Бобби Шетт и Луис Араес Рональд Акуни и Эстери Руис по украденным базам по питчерам у нас по 10 побед Шейна Маклайнах и Джордан Лайлса 10 побед на 10 поражений и Мэйч Келлер Мэрил Келли и Клэйтен Кершоу 8 побед и 7 поражений Бэйли Фальтера и Кайла Фриланда и Джордана Монгомери 7 поражений соответственно игроки месяца и новички месяца и лучшего подающего месяца пока мы будем рассказывать уже в конце месяца июня а сейчас давайте немножечко сменим тему это у нас Мэджолик Сокер MLB Мэджолик Сокер Мэджолик Сокер МЛС да и там мы видим что там мы видим что начиналась серия увольнений Фил Невил ушел и Хавер Моралес исполняет обязанности мы это уже рассказывали в нашем подкасте а пока FC Цинциннати лидирует 40 очков на востоке Нэшвилл ESC 32 Филалэфи Union Revolution 30 очков 28 Атланты первой пятерки они сейчас Колумбус 27-26 у Орландо Сити 23 DC United это CFS клубный футболь Мэнреаль 22 очков у Шарлотта АФС по 19 у Нью-Йорк Булс и Торонто АФС Нью-Йорк Сити АФС 18 ЧК Файер 17 Интер Моэми 15 А на западе Сент-Луи-Сити 29 очков Сент-Лосандрес 28 26 у Лосандрес 26 также у Далласа и у Сан-Хосе Эртквейкс Развал Ванку и Райткэр с 21 Хьюстон Динамо 20 у Портен Димберс Сортин Канзас Миннесота Юнайтед и Риал Сот-Лейк 4 клуба делят 8 место кстати говоря 19 очков 8 NFC 13 у LA Galaxy и 13 у Калаларапидс также на кубок чемпионов Канкакафу пока квалифицировались Ванкувер White Caps победитель чемпионов Канады Сент-Луи-Сити Си Филадельфия Юнин Нашвилс Си и Цинценати вот так вот как известно лучшие клубы ML Magic League Soccer начинают готовить своих игроков к кубку чемпионов Канкакаф этого года Денис Бланга Джезус Феррер Георгус Геакумаки Загани Мухтар падает 10 мячей они делят первое место в четвером Тиагу Альмадо по передачам 9 Денин Каждых 8 Левый Чужик Карл Джиль Чучо Эрнадес Канни Мухтара Луко Зиларайан по 7 передач и Денин третье место в пятером по сухим матчам 9 у Степана Фрайя 8 у Романа Челентано Андре Блейк Стив Кларк Шон Джонсон Джорджи Петро Джонатан Сируа Джо Уиллс в 6 сухих игр и Денин в шестером третье место 9 игроков по 5 игроков 18-го тура на ваших экранах Бараза Галкипер Гудман Костолан Сескубар 3 защитника Костер Эрера Жиль Торрес 4 ползащитника Той Рудей Пулидо Пулино кстати стал игроков в неделе в 18-м туре и соответственно запасные ПСК Амачо Паркер Трауку Морис Груэзо Паредас Эрнандес и Геакуматис Гладриар Бранденберг из Хьюстон Динамо FC Гол недели пока еще неизвестен Лучану А Костер в 17-м туре уже получил свою награду но в 18-м туре тот еще может ее получить В мае у нас награду получил Ганни Мухтар 5 игр сына 6 голов и 2 передачи Больше только по передачам у игрока месяца Тиагу Альмады 4 передачи 4 мяча и 4 сыгранных игры за февраль-март Ну что ж а теперь мы немножечко сменим наш регион и это будет Россия Россия как известно великая не такая уж великая футбольная держава но я могу это опровергнуть сейчас благодаря таблице женской суперлиги по футболу а женской суперлиги как известно сыгран так или иначе 13-й тур чемпионата женской суперлиги в России по футболу 37 на 36 между зенитом и ЦСКА 31 локомотива 24 звезды 2005 20 динамо 16 у Рязани ВДВ и Ростова победа во всех играх 5 на 4 у Рязани ВДВ и Ростова 3 очка в личной встрече у Енисея и Рубина мы к этому еще придем Чертанова 15 Краснодар 9 очков Енисей и Рубин по 7 очков Крыса это только 2 очка и пока не 2 ничьи зацепили 2 ничьиных результаты зацепили но победу никак не могут вытянуть по бомбардирам у нас Анна Диэш лидирует Габриэла Живинска и Немен Дамьянович и Габиан Гена делят второе место у них по 9 мячей 3 1 из которых с пенальти у двух игроков ЦСКА Чинорина Малкинс 8 Олеся Курочкина Кайлан Виллианс по 6 мячей 2 и 1 из которых были с 11 метровой отметки Валерия Безинкова Медея Жаркова Татьяна Краснова Франциско Ардега Надежда Смирнова Яна Шейна по 5 мячей и делают они 5 место пока по хитрикам на 4 июня имеет Анна Диэш имеет она хитрик в матче против Крылья Совета 8-0 они сыграли и Анна Диэш имеет уже в своем активе то ли 4 то ли 3 мяча на своем на своем счету лучшими вратарями считаются в данный момент Наталья Воскобой из Зенита 5 5 игр и пока без пропущенных мячей Татьяна Долматова полевой игрок игравшая за Рязань ВДВ пока ни одного пропущенного Ирина Зварич Арина Таранченко Велизавета Велизавета Щербакова ни одной пропущенной забитого ни одного пропущенного забитого мяча Виктория Насенко 3 пропущенных мяча Татьяна Щербак 1 Юрия Греченко 3 Эльвира Тодо 1-й голкипер женского ЦСКА 2 мяча Алена Радыгина 2 мяча Анастасия Ананева еще 1 голкипер ЦСКА 6 пропущенных мячей 7 у Варвары Дудоровой из Щертановой и 7 у Кристины Федоровой из Ростова Пока у нас среди рекордов самый популярный счет данной ситуации 1-0 16 раз и 20,07% от сыгранных матчей А в молодежном первенстве как известно лидирует ЦСКА Локомотив на втором месте НСИ Рубин на первой четверке в первой подгруппе во второй подгруппе Зенит, Рязань, ВДВ Краснодар и Динамо в первой четверке Пока Академия Звезды 2005 Строгино, Ростов в Академии Крыльев Советов Пока проходит во второй этап Там же, как и во второй подгруппе Мастер Сатурна Училище Олимпийского резерва номер 5 Мастер Сатурн Чертанова Новосибирская Академия Футбольного клуба Урал На восьмом месте 3 очка Теперь что касается что касается нашему мужского футбола то о нем будет идти небольшой разговор У нас определились все участники все участники нового сезона РПЛ Правда непонятно каким спонсором он будет оснащен неизвестно но мы знаем что Динамо не определилась еще с тренером это во-первых а во-вторых и Балатик еще не определил капитана этого клуба так вот мы видим что в премьер-лигу выше 25 лет на 25 уже сезонов спустя Балтика вернулся в РПЛ сезон спустя Рубин а выбрали Химки и Торпеда и покидают они РПЛ 3 сезона спустя и сезон спустя покидают Торпеда Московская так вот участники РПЛ Ахмат Балтика Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Паренен Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи Спартак Урал Факел ЦСКА Факел наконец-то выбрался и обыграл он не кого-нибудь а Енисей Красноярский и соответственно Паренен обыграла Московскую Родину которая могла выйти и закомбетчить и выйти в РПЛ но не получилось к сожалению Московская Родина остается в первой лиге в первой лиге в которой участников уже пополнилось немало Черноморец Ленинградец Сокол Саратовский и Тюменевка покинули Лигу Рубин Балтика в РПЛ уже ушли Веля Суфа Дубль Штатан Краснодар и Луленовская Волга выбыли во вторую лигу так вот среди участников мы видим Акрон Алания у которой был большой скандал из-за нового стадиона и не дали им лицензию вообще Арсенал Волгарь Динамо Махачкалинская Енисей Камаз Кубань Ленинградец Нефтехимик Родина Москва Скахабаровск Сокол Саратов Торпеда Москва Тюмень Химки Черном Черном Шинник Ярослав Кажется мы увидим еще и Шинник в РПЛ но это произойдет не более чем через несколько лет после того как Шинник войдет в элиту а дальше уже пойдет как по накатанной А вот во второй лиге во второй лиге проведение этапа намечено на 16 так что межсезонье пройдет быстро и спонсором считается во второй лиге байкбукмейерская компания Леон по условия соглашения Брэд Леон интегрирован на название турнира так вот 20 участников в дивизионе А и 61 в дивизионе Б в дивизионе Б распределены по подгруппам и в дивизионе А 20 участников так вот в составе групп на первом этапе Велес Уфа Краснодар дублирующий состав 2 Волга Ульяновская Песчанокопская Брянская Динамо Муром Иртыш Омская Волгоградский Роттер Костроминская Костроминский Спартак Затем Липецкий Металлург в серебряной подгруппе вместе с Новосибирским Курским Авангардом Московской Чертаново Челябинском Белгородским Салютом Ивановским Тексельщиком Таганровским Форте Московской дублирующей команды Родины и Пермским Амгаром А в дивизионе Б Получивший аттестат Следующие команды Белгородного Кубанск Прогресс Дружба Майкоп Кубань Холодинска Ростов На Дону И дальше Все ниже перечисленные команды Уже В 3-4 подгруппах По количеству 14-15-16 И там же В 4-й подгруппе Тоже 16 Но правда Будут делиться на регионы Юг Кавказ Крым 1-я подгруппа Во 2-й группе Северо-Запад И центр В 3-й подгруппе Волжье Урал Подмосковье И в 4-й подгруппе Дальний Восток Сибирь Москва И Подмосковье Здесь Так что Разнообразия будет Очень много Соответственно Еще и Кубок России Нам предстоит увидеть В следующем сезоне 2023-2024 А пока Давайте немножечко Изменим Нашу следующую тему Это как раз Немного Небольшой разговор Про Наши непосредственные Видео игры Потому что Как вы знаете Вышла F1-23 О ней будет Наш рассказ И Про оценки игры Тоже будет Немаловажный Момент Итак Поехали Итак Дорогие друзья Мы приближаемся К третьей теме И это Тема Про Проф1-23 Напомню Что вышел Релиз трейлер Для Обладателей Чемпионс Эдишн И Я думаю Что оценки Которые Мы уже Получили С вами Они имеют Глубокий Интересный Глубокий Интересный Смысл Но Сама Игра Во всем Мир Выйдет 16 Июня 2023 Года А Чемпионс Издание 13 Июня 13 Июня Вышло Издание Для Побладателей Чемпионс Эдишн Игра Точнее Сказать Но Я думаю Вы все Уже Все Увидели И Режим Исторический Режим Брекинг Пойнт 2 Где Централизована Де Централизуется На команде Коннор Спорт Баттлер Рейсинг Тим Но Там Эден Джексон Дэван Баттлер Которые Вернулись В новую Команду Колемайер Попадает Формула 2 В команду Тридент И Выиграла Титул А Вот Она Также Сестра Дэвана Баттлера И Следом Типдайв Видео Было Публиковано 12 Мая Подписавшая Партнерство С командой Чемпионка Women's Series Джейми Чедвик Принесла Майеру Историю В жизнь Ну а Соответственно Что касается Всех игр F1 От Кадмастер Сеначи То первая игра была F1 2009 Нави PS Плейстейшн Портабл Затем F1 2010 Перешла На большие Консоли И так Вот Несколько лет Подряд И до покупки Кадмастерс До покупки Ей Кадмастерс 2021 F1 Была На высоте Как и 22 Как и 23 Что ж А теперь Немного Про Ф1 Я думаю Вы все видели Релиз Опубликованную Трансляцию По Реплей Рейс Реплей Режиму Рейс Реплей Рейс Реплей Режиму Так вот Игра Во всем мире Выходит 31 Августа 31 Августа 2023 Года Видимо Перенесли Релиз Перенесли Релиз Не 31 Августа А 31 Юля На самом деле Потому что Может быть Какие-то Моменты Еще не указаны В релизе Но Я думаю Что мы Я думаю Все подправят Разработчики Frontier Developments Это будет Вторая игра Вторая игра От Разработчиков Frontier Developments F1 H2023 И так же Она будет Иметь лицензию На Формулу 2 И Формулу 3 Чемпионаты Так что Так что Я думаю Что вопросов Будет меньше Чем Меньше Чем Ответов На них Так вот Опять же Серия Фан-менеджер От Frontier Developments Это Новоявленная Серия Менеджеров Которая Затмила Буквально Серию F1 F1 Менеджер 2000 От И Sports Так вот Фан-менеджер По оценкам Может Выглядеть Еще Чем Предыдущая Игра F1 Менеджер 22 Напомню Что Оф-менеджер И Оф-1 И Frontier Development Контракт На Разработку Игр В Стиле Менеджмента Ну а Теперь Про Мото Гран-при Небольшой Разговор Мото GP23 Мото GP23 Но Пока Как мы Видим Нет Никакой Статейки Про Мото Гран-при 23 От Крэш Рэйби 24 Студии Стрим Посвященный Десятилетию Сообщества Нашего Сколько Мы сделали Сколько Уже Не было Сделано Мы Расскажем В нашем Не то что Джерчатин Стриме А вот В игровом Стриме Мы все Это Расскажем Прощай С вами На этом Это был Дизет С канала Рисупер Дизет Вы были Тоже На Рисупер Дизет Подкасте До новых встреч Друзья Всем пока Субтитры Субтитры